Сегодня 18 августа 2019 год воскресное собрание после службы Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Толкование Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И когда вошли они в лодку Ветер утих Бывшие же в лодке подошли Поклонились ему и сказали Истинно, ты сын Божий Толкование Из пламенной любви к своей, ко Христу Петр желает тотчас приблизиться к нему И прежде прочих Показывая силу свою, Господь Подослал Петру море Ну смотри Петр, преодолеев большую опасность Море, убоялся меньшего ветра Так слова природы человеческая А как скоро убоялся Тотчас начал тонуть Значит, когда ослабела вера Тогда последовало подтопление Петра Это научило и его невысокомудрствовать И послужило к успокоению Прочих учеников, которые вероятно Позавидовали Петру Кроме того, это показало, как Высший Христос, который так долго Ходил по водам Между тем, как Петр едва не утонул Показывая, что не ветер Был виной утопания Петра Молодушия Его Христос укращает не ветер А малодушия Петра Посему, когда поднял Петра И поставил на воду Ветру позволял еще дуть Петр называется Не неверным, а маловерным Тогда и бывшие на корабле Освободились от страха Потому что ветер утих Из всего познав Иисуса Они исповедуют Божество Его Ибо ходить по морю свойственно Ныне человеку, а Богу Путь твой в море Истезя твоя в водах великих Псалом 76, 20 стих По духовному изъяснению Корабль означает землю Волнение жизнь Века сего Возмущаемую злыми духами А ночь неведения Христос предстал четвертую стражу То есть к концу веков 34, 36 стихи И переправившись Прибыли в землю Генесарецкую Жители того места Узнав Его Послали во всю окрестность И принесли к Нему всех больных И просили Его Чтобы только прикоснуться К краю одежды Его И которые прикасались Исцелялись Толкование Так как Христос Прежде долгое время Пребывал в земле Генесарецкой То жители Его Узнали Его И по виду И по чудесам И обнаружили в небе Столь теплую В себе столь теплую веру Кто желали прикоснуться Хотя к краю одежды Его И те кто прикасались Получали исцеление Так и ты Прикоснись к краю одежды Христовой То есть К кончанию Жительства Христового Плоти Ибо если будешь веровать Что Христос родился Умер Воскрес и вознесся Спасешься Так как одежда Есть плоти Его А край всей одежды Означает конец Его Жизни на земле Аминь Спаси Христов Брат Дай нам Господь Не утонуть В нашем В нашем Житейском наоре Котором мы Едва умеем плавать Господь протягивает Нам руку А мы ее Даже и не видим Не видим И не хотим Взяться за эту руку Как сейчас Смотрю на детей И скорблю Очень многие Из наших детей Весьма равнодушны Ко всему Что происходит Здесь у нас К Слову Божию В том числе Я и заходя И страшно Смотрю на свою внучку И думаю Что мы там Корнем Поем Одеваем Одеваем Заботимся И что в итоге будет Спасенная душа Или Очередное Топливо Для горения Вечной жизни Увы Ничего не можем сделать Потому что Едва О своей-то душе Не беспокоится И тем не менее Всегда нужно Помнить Об этом О своей душе О душах Наших близких Молитва Горение В молитве Нудить себя нужно Заставлять себя нужно Постоянно Не позволяй душе лениться Ни день, ни ночь Ни день, ни ночь Ты заставляй ее трудиться Ни день, ни ночь Ни день, ни ночь А болящих Не вижу Валентину Что это? Захворала как? Сейчас сильнее Что там у нее с ребром-то? Валентина у нее нет возможности Ездить Потому что Она да Она когда батюшки нет Она В общем У нее не хватает средств Ну Польгуевы тоже На батюшку Леолида у нас Вот надо молиться Для нее Помоги ей Господи Татьяна Александровна Позвонила Сильным коленом Болят Уже Молитесь Людмила Степановна Вот у нас Пришла на сведню Обожгла руку Сильно Она Ну Что бы Ну Господи Как бы Ну Я хотела еще Сказать Что Это Цветы там Видели Красивые Какие Это Екатерина Вот там Женщина Продает На Вот Такой Да Вот такой Герген Вырастила Красивые Цветы Но все время Вот она Прямо Если иду Она В храм В храм И кричает Воздохните У кого на душе Будет Лена Лена Киняйкина Звонила Тоже Всем низкий Поклон Передает Помнит Нас Скучает О нас Виктор Савченко Позвонил Вчера Савченко Да Долго Я удивляюсь Что Как-то Они звонят И долго Разговаривают По домашнему телефону По домашнему телефону У них это дешево Очень просил Поклон всем Конечно Нески Передавал Очень просил Он снова изучает Там Повышенный Как-то язык Чтобы ему это На работу Далось Это Помоги Господи Да И Еще они Ездили В Германию Вместе С ребятишками С Иоанной И У Тамары Были Она их хорошо Так встретила Все Они побыли Очень Довольные Радостные У Валентиля У Валентиля Слышала А второй Кто у них Тоже девочка Вторая Мальчик И Алена У нас Уехала В Потеряевку Она Там На Благовесие Они сегодня Поехали Все Так Ну еще Это Освещение плодов На следующий У нас Переносится Батюшка Он думал Что приедет Но какие-то дела Он Приехал В это воскресенье На следующий Исповедь И освещение Младое Еще Я хотела Попросить Можно еще Сделать Запасные Ключи Нам от калейки Хотя бы Еще Несколько А то Иной раз Приходим Возле калейки Стоим Хотя бы Чтобы заходить Во двор У меня есть Один Я уже сделал Прогой Вы просили Я сделал Один Могу дать Один Могу дать Воскресенье Воскресенье Таня Вы возьмете Еще Один Воскресенье Отделить Воскресенье 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 И ходит Спускается Вниз Гулять А Валерия Ничего не слышно Валерии Ну это Галя Только Наташа Ну конечно И за Наташу Надо молиться Она и тоже Молит Никакого Антонина Она была В прошлый раз Она в прошлый раз Была Но она Все еще Обследуется Она ходит Там У нее тоже Что-то Не все Корректи Но Обследуется Игорь Вновь никому Не звонил Как он Доехал Как там Валентина Сестра Не звонил Он вчера же Только уехал И Лиза ушла Вот Лиза подсказала Игорь Да Да Конечно Ну Игорь Как он звонил Что поедет туда К маме Мама Совсем Плохая Нет Он говорил Да Да Но больше Ничего не знала А теперь Про Валерия Вы все Молитесь Да Да Вот ему Нехорошо Мы разговаривали С Натальей Буквально Позавчера Он очень Искудал Я его увидела Он улыбается Конечно Но Нехорошо ему Те наркотики Которые ему назначали Такие как Морфия Не действуют Назначили более Сильный наркотик Не действует Уже ничего Если он Не действует То Уже ничего Не действует Это мне Наталья Ну да Похоже Вот фотография Ее Вот Вот Она прислала Наташину Да Вы звоните Нет Вы звоните Не сейчас Нет Сообщение Вот Это что сообщение Нет Это видео Какое-то В Ютубе Видео от нее Мучительная смерть Мне так же мучается Да Эти боли Боли его мучают Они вот ездили в монастырь Помните я просила вас молиться Говорила что Невозможно поездку Как бы отменить Потому что только это Ему помогает Они пару раз съездили туда И ему полегче стало Боли совершенно отошли Вот представьте Господь все равно Помогает через свои чудеса Я вам рассказывала Да Что там У батюшки Коробочка в виде креста И в ней Частичка креста Господня И вот он молится над Валерой Валера прикладывается К этой коробочке И вот ему Да Реальное облегчение На некоторое время Но это не близкий путь Это опасный путь Туда ехать Далеко Да и видите У Наташи прав Знаете такие права Которые она может пользоваться Автомобилем По городу И то в присутствии водителя Вот За городом Там на трассах Где-то Ей нельзя с этими Правами Вот 9 сентября Она просила Помолиться Но я вам потом еще напомню Она будет сдавать Снова этот экзамен Который На права На вождение Помоги ей Господи Помолитесь крепко Потому что Валера уже В тяжелом состоянии Ей А ей нужно Нужны права Нужны наводить И его возить И с детьми И все Да Помощников там У нее как таковых Нету Нету С мамой никак не получается С мамой никак не получается Ее напускают Это как правило И ночью Обостряется И днем конечно Но ночью Лиза Анфиса Там потеряешься? На У меня же Практика закончилась? Да А ты работаешь? Да А Марина Когда приезжает? Десятого Двадцать Ой В среду По-моему Но она потом Быстро уезжает Туда же Куда едет Играет На Верска Так Еще кого Мы не вспомнили Да Хорошо Просто в курсе Дел Вот С семьи Дрова У них с июня Месяца Нет воды Я уже Не знаю Уже все Перепробовали И звонить Каждый У них это Не движется Не ремонт Или их Такая безалаберность Или действительно Там что-то сверхъестественное Так там вроде Этот приезжал Они собирались Колоть Сделали Это они Туалет Начали копать В субботу вечера Воскресенье он объявил Что начали Но они доделали Они молодцы Они доделали Он их Звонил Они под его контролем Доделали И уже пользуются У них же не было Уличного туалета Там вот это вот стояло То что От Три года Последние Открыто И люди в лес Просто Кто к ним приходил Ходили в лес Это они доделали А с водой Я не знаю Вот в чем там Загвоздка Сначала говорили Скважина пересохла В июне мы были Говорю Что воды-то нет Ни постирать Ни помыть А вы в принципе Воду-то берете Они лечью подключили Которую еще тогда Андрей копал Колодец ручной А от скважины Якобы скважина Потом Кажется в скважина Вроде все нормально Они Потом Оказалось Какой-то клапан И мне Иван Зайснял Клапан Прочистить Папа сам Прочистит Я говорю Ну вызовите уже Специалиста Нет Папа сам Это июнь был 18 июня Все сказали Будет готово Мы с ним поговорили Потом июль Уже не клапан Уже что-то другое Опять ремонтировали Зовите дядю Степана Там соседа Не знаю На сколько он там мастер Приходил При мне приходила Степан Что-то не разбирали Николай Прокачив Польгуева Надо позвать Польгуева Потом сказали Да надо уже Насос менять Купили новый насос Иван оплатил Купили Привезли Этот Степан Или что Теперь какая-то Переходник Теперь насос Другой переходник Все уперлось Переходник И это все тянется Вот понимаете Третий месяц Я уже говорю Сейчас Неделя Он уедет Ваня И все И все закончится Придет зима Летней воды Не будет Это первое Вот прям давайте Всю неделю молиться Чтоб у них уже Наконец-то Они сделали воду Все время Какие-то разные причины Каждый раз Разные причины Почему ее нет Но в итоге Ее все равно нет Стирка стоит Водонагреватель не работает Посуду не помыть Все носят С улицы Ну в общем И с улицы тоже там Это времянка И второе У них Три столба Которые До них дома Вели Два Перед мостом После моста И возле дома Три Мне Енафа Их показывала Они все сгнили У них там Влажность От леса У них вот Все гниет Вот буквально Полежала Бетонная Рядом болота И речка Их огибает Весь участок Огибает речка Я иду И до города Кончился И в речку пришла И с этой стороны Речка И с этой И влажность И туманы И все Вне И столб Не на бетонной Вот этой ноге Стоит А сам столб Был в копах Вот дому Пять лет Все Сгнило Столб Стоит вот так На нем провода Все пришли Что сказал Этот дядя Иван Ваш Председатель Садоводства Мне никто Не может Что он сказал Он приходил Надо менять Надо менять Кто будет менять Непонятно Он упадет Кто зимой будет Яму копать Надо сейчас это делать Надо сейчас Менять Копать Вызывать Я иначе Дядя Ивана Куда-нибудь обращались Я обращалась В электросеть Я 20 Наверное Телефонов ей скинула Звони говорю В аварику Диспетчером В пригородной сети Звони Скажи Прям падает стол Прям скажи Вот сейчас На меня упадет Уже говорю Ну прям Пусть кто-нибудь Хоть приедет Никто не приехал Куда-то звонит Я звонила Масику И в городскую Сказали Не наша линия Что это Надо Павловская звонила То номер недоступен Либо его не существует Все номера Либо недоступны Либо сбрасывают Либо не берут руку Третью неделю Тоже длится история Нерешенная Со столбами Тоже Иван уедет Кто будет Это Отец лежит на диване Говорит Идите копайте яму А стол Его же купить надо Это же деньги Сам бетонные пасынки Они уже стоят Они вот за мостом Лежат Получается Их уже притащили А кто это делает Представляешь Через пешеходный мост Столб Это Ну не дети же Этим должны Заниматься Подождите А столбы Вот эти вот бетонные Откуда они у вас Вы купили Нет Их принесли И они Получается У них там Какие-то были Диспуты Еще до Еще Да По поводу них То есть Они получается С другой стороны Поселка Подожди У кого были диспуты Над этим должен быть Ответственный человек Ответственная организация Это электрик Ну у электрик у нас У нас получается Наш Как он Председатель И Председатель он и есть Как сказать Электрик Он получается В прошлом году Они С Каким-то там Мужчиной Спорили Насчет этих пасынков Они получается Закупили эти пасынки И эти пасынки Возле их дома Лежали И они вот эти два пасынка Притащили Получается Не они Папе Пришлось Какого-то мужчину Подключать И они вдвоем Притащили эти пасынки Подождите Ну я не думаю Что это должен папа Или вообще Кто называется Это электричество Этим должен заниматься Бригада Смотрите Однажды я звонила Вот просто тупо В МЧС 112 набираю Говорю Вот такая-то проблема Кому мне обратиться Она ищет мне номера телефонов Конкретно Слышишь? Слышишь? Или мне дайте Номера телефонов Однажды сами Они сообщали Другой раз Они мне дали Номера телефонов Скажите Какой адрес Какое садоводство Три столба падают И три электрических столба Полностью сгнили Более возле леса Это знаете Это лес Согрится В случае искры Какой-то Они не могут Не отреагировать На это Скажите Вы живете там А не просто дача Дача это не все Мы родителям приехали У них все столбы поменяли Вот на Байкальска Я говорю А как так Вы вызывали? Никого не вызывали Планово приезжают Раз Сколько-то там лет Планово поменяли Вообще на новые столбы Бригада Они говорят Нас на два дня Отключили от света Нам все поменяли Они даже Руки не замарали Никуда не звонили Это Планово По всей улице Замена столбов То есть Это не должен Папа таскать эти бетонные И Ваня копать яму Вот у них Это сейчас вот длится Кто копать яму Вот Папа на Ваню Ваня на папу Да и вообще Вы этим Вы не должны заниматься Просто Эти столбы покупала Мама А я помню Настя тогда Деньги грилов Деньги потратила Еще занимали Это покупали столбы Им еще тогда Их никто не ставил Они должны были Якобы за свой счет Столбы вести Потому что они Только для их дома Они не для улицы Только для их дома И они сгнили Потому что были Вот как временные Вкопанные земли Ну понятно Стоит пять подпорок Столб вот так Он может сегодня упасть Может завтра упасть Ветер Он упадет 100% Тысяча Ну вообще Каждая опора Насколько я знаю Учтена в электросети К нам потому что Нынче летом Приезжали И вот на столбе Написано Опора номер 15 Да И гур-электросеть Ее посмотрела И новую табличку Навешала В общем смысл Помогите Чтобы вот это Все сдвинулось Потому что Все время Во что-то ухирается Не сдвинется Там ничего Не сдвинется Они сдвигаются Я-то не могу На себя вызвать Они должны Сами позвонить И на себя вызвать Я электрику могу Сегодня позвонить Он по воскресеньям Приходит Электрик Который живет Там рядом Через дорогу Они Знаете Такой Электрик В администрацию Егор Ильтарседева Не идти Он может Поспособствовать Этому Потому что Он несет ответственность За электрику За электричество В этом садоводстве Да-да-да Чтобы хотя бы Телефон дал Того им вызывать Электрик тоже не будет Яму копать Нет Он не будет копать Но он же Спец Он работает Вы адрес Знаете Нет Не знаю Но они-то знают Адрес Какой у вас адрес Я думаю Вы уезжаете Да нет Какой у вас Неземельный участок Я когда Живала вам Такси Там на карте В Дубльгисе У вас конкретный адрес К-2 Там что-то Они сами не знают Есть ребята Есть В Дубльгисе Найдите себя В Дубльгисе Найдите себя Как вас искать Если вы На карте города И у вас есть адрес Я вызывала вам туда Я не помню Какие машины Когда мама Когда мама еще была Жива И на пушка Посмотри Вот так вот Тыком искала Искала Где вы там У речки Мостик Вот он Ваш домик Я его нашла И у вас там адрес Конкретный Вот этого Кого я вызывала У них адрес Как идет Земельный участок На карте Там 12 Не знаю 12 по карте Но по документам Действительно Вот это длинное название В паспорте Вот это длинное название Потому что Останется неделя До 1 сентября Ваня уедет Еня начнет учиться Ее дома не будет Никто этим не будет Заниматься Только МЧС Может помочь Вода и смерть Вот два вопроса Чтобы сдвинулось Как-то это с мертвой точки Ваня А по поводу воды Вот помолимся мы А вы то что будете делать По поводу воды Понятно Электричество вам уже Не подвласт А по поводу воды Скважины Это вот у вас как там Проходит На каком этапе Вот ты говоришь Там трубочку какую-то Да До службы Переходник А вы как это поняли Что это нужно Вот менять станцию У нас однажды тоже Перестало все работать Скважина Оказалось все гораздо банальнее Забились трубы Вы прокачали уже Вы прокачали эти трубы Все они делали При мне только Я дважды Ну купите переходник Сейчас поедьте Купите У вас совсем нет денег Ну и купите Вот Вот Сейчас вы Купите обязательно Так До среды В среду Яня Мне звонишь Скорая мороза Что сделано Что сделано В МЧС можно вызвать В МЧС Первый И они сидят Один раз Все Ваня В среду Мне звоните Что у вас сделано Помочь позвонить Молимся До среды Чтобы вопрос решили Мне позвонили Какие результаты Вода и свет Это же Жизнь Необходимо Ответ Сынечко Внимание Еще какие Проблемы Организации Никуда не звонят Ну как Звонили Звонили На 20 номеров Звонили Зачем пожар Потому что Это пожарное состояние Они все Футболят Их просто Футболят И все Звонили Во все Организации По голубям Хочу сказать Игнатих Заставил нас Велел Сохранить Свои голубей Но вот Пытаемся Сохранить Однако 5 голубей Уже погибли За это время Может быть Не знаю И от чего Вскрытие Не производилось Да Если даже И произвелось То только Без Насте Мы ничего Не сможем сказать К сожалению Можно котикам Отдать Просто Корм Который Там есть В этой бочке Учелесной Там на крыше Там Отходы Так называемые Которые дал ему Кто Барабаш Барабаш Да Они там Во-первых Заплесневели Наверное Или не знаю Что там Запах У них Не очень Хороший И потом Отходы Не отходы Есть Там Он говорит Он разбирается Сколько Вот Насыпал Через какое Время Можно убирать Он говорит Это Сыпать Нужно Новое Насыпать Нужно Потому что Они дальше Не могут Взять А что Они там Могут Взять Вообще Из этих Отвоих Я вообще Не понимаю Поэтому Попросил Андрюшу Поблагодарить Надо Господь Что Господь Дарал нам Такого Брата Безотказный Вообще Человек Купил Он Корм Нормальный Да Смесь Пшеницы Овса И чменя Да Андрюш Вот Кроме того Попытаемся Сделать Надо будет Сделать Может быть Автокормушку Чтобы Расходовался Корм Правильный Чтобы Не был Под ногами Вот Ну и Автопавилку Сделаем Попытаемся Сделать Ну в общем Одним словом Надо Поблагодарить Бога Чтобы Господь Болеславил Андрей Да Може Бог Ему Дал Жизни Да Такие Расходы Людмила Степанова Вы поговорите С ним Хорошенько Чтобы Из нашей Копилки Дать ему Дать ему Вот Значит Из интернета Вот такая Информация Не знаю Может кто-то И видел В Гатчине На священника Написали Заявление В полицию После Крещения Ребенка В РЦП Назвали Его поведение Откровенным Неадекватом Жительница Чтобы Снова Не травмировать Психику Сына Что еще Известно Ребенка Крестили В Мариенбургском Покровском Храме В Гатчине 10 августа По словам матери Обряд Стоил 3,5 тысячи Рублей Его проводил 55-летний Гумель Плоти Василий Нечапаренко В Милу Мене сторон Анастасия Мать Ребенка Описала Процесс Крещения Фантамки Он Делал все С болью Для ребенка Видел Что он Взрослый Что его В такую Маленькую Купель Мне погрузить Поливать С головы Надо Поливать Но решил Сделать По-своему Малыш Кричал Вырывался Я испугалась Подбежала Начала Забирать Сама Чуть Не загорелась Так как Плотком Потушила Свечи Укупели Гумель Фоти Сказал Ничего Не случилось Из своей Вины Он не признает Это просто Повышенные Эмоции Мамы Она оказалась Человеком Не воцерковленным И не готова Крещению По правилам Православной церкви Положен Младенца Погружать Трижды С головой Я это И сделал Воды Младенец Не наглотался А стенки Купели Не ударился Завил он Реакции Общества В московском Патриархате Инцидент Назвали Дикостью И откровенным Неадекватом Фоти Отстранили От священнослужения Сообщила Руководитель Отдела Коммуникации Санкт-Петербургской Митрополии Наталья Радаманова В Гатчинской Епархии Из-за имени Что его Отстранили Временно 12 августа Там пройдет Разбирательство На котором Будут Фоти И мать Человека Дикость Со стороны Матери А не Фоти Дикость Ну вот так А я заплатила Три с половиной Ты почему Так не делаешь Как я хочу Вот так Ладошкой Не подваживаешь Купели Действительно На видео Было На видео Видно Что купили Ну обычно Купели Маленькие Маленькая Круглая Сколько ребенок Ну да можно было Погрузить его Все равно Нельзя Он не влажен А видели Да это все Он действительно Грубо с ним обращается Ну понятно Что когда мама Он его два раза Погрузила Мама подбежала Вырывать его Ну он третий раз Третий раз Третий раз Толжен погрузить Ну он ее Отсторонял А она Мешалась Мешала ему Третий раз Погрузить Он ничего Плохого не делал Он все правильно Зелал Она Вот интересно Этот отец Перед тем Как провел Беседу с мамой Это будет так-то Так-то Я буду погружать Ребенка Это безопасно Он же понимает Что люди далеки Вообще От понимания Малодуховного Еще и физического Турпят ребенка Совершенно верно Правильно Правильно Нет Чему К К К К К Если бы она Понимала Всю важность Этого Погружения Разве бы она Полезла Нет Конечно Ну Один Словно Как Со времен Революции До революции Целовали только Крышку Евангелия Так и сейчас До сих пор Главное Прийти Поцеловать Икону И удариться Лбом Об нее Вот и все Рассказываем Лбом Еще главнее Поцелуют Потом К сожалению Но Это говорит о том Что мы Как раз Должны делать То Что сегодня Делают наши Братья и сестры Там Протеряемки Проповедь Проповедь Слово Божие Идите И проповедуйте Всему миру Говорит Господь Это лежит На нас Большая ответственность Да Я вот не сказала Виктор Так как раз И сказал Что Получил Сережа Послал ему Евангелие Он распространяет Там Евангелие Говорит Хорошо бы на французском А у меня Говорит Не было их Так он связался Там Пятидесятники Он в них Взял Евангелие На французском Да На французском На французском Раздает Молодец Молодец Вообще Всем поклон От Алексея Семеновича Сискова Он находится Сейчас 9 километров От Томска В санаторий Договорилась Это вот Татьяна Петровна Сноха Евдокия Тихоновна Она работает В этом Санаторий Нет Учреждении В котором делали Ему операцию В этом В ДИИ Кардиологии В Томске И она там Посодействовала Там Узнала Что есть Санаторий И там Есть Программа Кардиологическая И там Его Уже Он Несколько дней Там Пребывает Очень Отговорен Хотя Говорит Я В интернете Увидел Что Много Нелестных И отрицательных Узывов Об этом Санаторий Она говорит Мне Это Все Там Эти Все Прямобасы Которые Интересуют Других Людей Не нужны Мне Главное Лечение Ему Лучше Да Ему Получше Стало Он Уже Спит Вроде Обезболивающих Ночью Слава Богу Благодарить Всех Позвонила Мне И жена Его Наталья Семеновна Благодарить Меня Я говорю Господи Я-то тут При чем Господь Сделал Ну я Пришел Попросил Вот Господь Расположил Сердце Этого Заведующее Отделение Ну она Госпитализировала Я-то тут Вот Сбоку Припеку Что называется До этого Он Звонит Из скорой Машины Из Машины Скорой помощи Около Диагностического Центра Ну я Позвонил Нету Заведующего Отделения Нету Исполняющий Обязанности Говорит У меня Ну у меня Все заняты Даже В коридорах Мушетку Поставить Некуда Ну я Что могу Сделать Ну вот Все От меня Тут вообще Ничего Не зависит Как Господь Располагает Вот еще Анатолий Кузьмич Исполнил Сему 80 И все Перестал Хотеть Жить Не хочет Жить Но помолитесь О нем Чтобы Господь Его разумил Как это так Он Отказывается Вообще От всякого Лечения Таблетки Не хочет Пить Уже Сделали Там Всякие Отвары Трав Там Все Прочее А что У нас Игнатих Не лечится Ничего Не жит И все По Христу Это интересно Болит Тяжелом Состоянии Скажи Чуть У У У 90 Трава Не хочет Пить И то Что Станет Ему Сделано Курака Мед Изюм Все Прочее Посещайте Сестры Посетите Поговорите С ним По 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 80 80 80 Как Одни Раз Да Он 18 Не Уходи Пожалуйста Сейчас Закончим У Скоро Закончим У Кого Еще Есть Слово Давайте Будем Завершать Достойно Достойно Якова Истину Божий Детям Богородицу Преста Блаженную И День Порочную Ты Матерь Бога Наш Честнейшую Херубин И Славнейшую Бессравнение Серафим Безыстрение Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От Нашествия Иноплеменников От Внутренних Распред Беззакония Которые Втайне Останови Девочих Зло Просвети Правителей Страны Нашей Чтобы Принимали Мудрые Законы И Всех Начальствующих Также Просвети И Защити Людей Непознавших Тебя Обрати К Истине Что Божественную Любовь Тебе Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должно Пусть Покаются В неближении Своем И Проповедуют Смело И Наславлен Об Иисусу Господи Праведны Суды Твои Над Россией За то Что Оставили Тебя И Слово Твое Извеченное Супер Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что Сокрыли Имя Твое Бог Игова Дух Святой Да Наставит Нас Не Признавать Никаких Иных Богов Вы А Алла Отче Господи Научи Нас Семикратно В день Прославлять Тебя За Суды Чеснофейни Рабежа И Занятие